на ремонте стиральная машинка bosch max x4 значит я включил сейчас на откручиваем центрофугу насос работает электродвигатель вообще не подает признаков жизни никакого вращения то есть дело не в ремне или щетки или сам электродвигатель будем разбираться сейчас будем переворачивать на дно и смотреть что с электродвигателем но суть в том что не крутит вообще и звука движения электродвигателя тоже нет разбираемся и так я стиральную машинку перевернул для того чтобы добраться до электродвигателя что необходимо сделать необходимо проверить щетки для этого необходимо его снять сейчас я добавлю света и покажу как и так я скинул свала ремень просто вращаете и стягиваете он легко стягивается и открутил два винта вот эти два винта вот с этих передних двух креплений просто ключик на 10 откручиваете и вот и и теперь достаточно двух теперь немножко подаете вперед электродвигатель он выходит из зацепления из всех четырех ножек и вытаскиваем электродвигатель для того чтобы определить что со щетками я об этом позаботился смотрите проблема была все-таки со щеткой она вот такая осталась смотрите получается что как и как она снимается вот есть такой фиксатор он смотрите вот так заводится потом вот здесь проходит и вперед проваливается чтобы снять назад выходит из зацепления вытаскиваете и вытаскиваете щетки ну по сути дела проблема в том что необходимо щетки поменять это явно щетки теперь еще и с другой стороны единственное что щетка должна быть вот с таким фиксатором придется или найти такую с таким фиксатором если не получится тогда найти другую этот фиксатор припаять потом уже тогда к поводку но скорее всего найти можно именно такой фиксатор по-другому его тут не зафиксировать все находим и будет нам счастье что получилось я потом покажу ну что же я получил новые щетки вот такие не должны быть они вот такие значит они срезаны в одну сторону куда срезан сюда или сюда смотрите здесь так щетки поставлены они не прямо смотрят не не прямо на вал смотрят а вот так вот под наклоном стоят и видно что вот этот щеткодержатель стоит не прямо а вот под наклоном поэтому вот в эту сторону вставляем сейчас поставлю вставляем и теперь смотрите смотрите вставляем вот туда заводим потом здесь на той стороне попадаем в щель теперь и назад выводим и он тогда не выпадает из зацепления вот таким образом я здесь немножко нужно подогнуть кажется пластинка чуть-чуть уже чем у оригинал действительно смотрите показываю вот оригинал немножко шире здесь немножко уже поэтому даже немножко нужно усики подогнуть ближе друг к другу иначе новая щетка выпадает вот такой нюанс есть непростой хочу показать что получилось пришлось ну на максимально возможную величину они немножко были так по кругу развернуты друг напротив друга пришлось развернуть прямо смотрят усик напротив усика и теперь уже никуда не выскакивает и не может выскочить потому что здесь его фиксирует ставим на обратную сторону и такой же такой же щетку и пробуем устанавливаем на место электродвигатель устанавливаем ремень и будем пробовать запускать ну на режиме хотя бы выкручивания вставлять электродвигатель удобнее снизу и прикручивать ну а ремень удобнее ставить сзади есть крышка на одном винте ну и ставить ремень очень просто заводим туда за цепляем завал и с одной стороны заводим на шкив барабана эту сторону придерживаем прихватываем чтобы он постоянно пытается слететь одним пальцем держу прокрутили и смотрим где вам если посредине все нормально если он слишком вышел на край там можно на шкиве на один зуб переставить ну а так в принципе нормально собственно все сейчас попробую будет ли он крутится хозяин сказал что отрабатывает наливает сливает не только не крутится поэтому сейчас включу режим центрофуги и он сразу покажет можно даже не включая налив воды будет ли работать машинка сейчас попробую вот я включил режим центрофуги работает сливной насос помпа слышно нормально работает электродвигатель он не сразу включился где-то через секунд 30 после старта все нормально и так видите что с помощью простой техники с помощью простой замены простых компонентов можно отремонтировать самостоятельно даже можно отдать мне как специалисту а можно самостоятельно задавайте вопросы я всегда стараюсь отвечать на комментарии подписывайтесь на канал увидимся на канале всего доброго а а Продолжение следует...